Последний доклад Средизмейф-2022 Докладчик есть, он ответит на ваши вопросы, задавайте их во вкладке вопросов. Это про использование OpenStreetMap для продвижения лучшего транспорта. Будут анимации. Давайте начнем. Привет, я Дастин Карлино. Про использование OpenStreetMap для улучшения транспорта. Это работа, которую я делал с несколькими другими людьми, в частности с Mac и U.M.L.E. Мы сразу посмотрим демонстрацию про то, как мы используем OpenStreetMap в Севетле. Потом опишем, как можно использовать для своего города и завершим, обсуждая сложные вопросы создания модели карты из данных OpenStreetMap. OpenStreetMap показывает, как мир выглядит сейчас. Это пересечение и с OpenStreetMap можно выяснить, где полосы поворота, светофоры и так далее. Приложение AbbeyStreet помогает помочь, как можно переделать дороги. Расширить дороги, добавить полосы для автобусов и велосипедов. В будущем можно поменять вид землепользования и переделывать автобусные маршруты. Ну, хватит абстракции. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Вот это приложение AbbeyStreet, работает на части Сиэтла, рядом с парком, называется Арболитом. И я быстренько симулирую трафик на типичный рабочий день. Сейчас замедлю и приближу немножко на эту дорогу. Называется Madison. Еще замедляем. Видите, вот здесь индивидуальные машины ездят, поворачивают, пытаются запарковаться, много всего происходит. Да, здесь застройка из OpenStreetMap и других ссылочков данных. Но в этом районе есть кое-что, что симуляция показывает, и я с ним сталкивался в реальной жизни. Сейчас мы поищем, так, ускорим, найдем велосипеды, которые едут по Madison. Проследним за ним. И все спокойно, хорошо. За велосипедом начинают ехать машины. И, как видно, особо негде обогнать. Сбоку запаркованы машины. В реальности машины, скорее всего, объедут. Но это не очень приятно, небезопасно. И чтобы описать почему, открою слой с уклонами. И мы сейчас здесь поднимаемся в гору долгорезко. Вот. И в другую сторону тоже самое. Давайте я покажу из-за охраны. Из-за бары. Вот. Здесь в середине такой холм. Вот. И это приводит к проблемам. Вот. Особенно в этом районе. Есть проблемы с безопасностью, например. И я с ними сталкивался. Как бы нам это поправить? Здесь машины пытаются добраться из того района на север. И больше есть машины поедут по этой дороге. По Вашингтон-бульвар. Повернут налево. Но есть другой вариант. Видите, здесь розовый такой район. Это частный закрытый район. Называется Бродмор. Ну, посмотрите, есть такая неплохая тихая срезка в ту сторону. Интересно, что будет, если почему-то жители района откроют эту дорогу для пешеходов-велосипедистов. Так что я нажму на карту, чтобы отредактировать запрет проезда. И все это подсвечено, потому что это, в основном, весь этот остров отмечен как закрытый. Я временно разрешу пешеходов-велосипедистам туда приходить. Теперь запускаю такую же симуляцию. Но теперь пешеходы-велосипедисты смогут срезать дорогу через тренд. Ну, давайте посмотрим, как изменилось. Так, ну, несколько людей это используют. Видите, теперь очень активная дорога. Я сейчас открою слой, который это демонстрирует. Это список дорог, которые много используются. Сравним с тем, что было до изменения. И видно, что эта дорога стала такой красноватой в этой дороге. Вот. И меньше дороги, жителей ездят по Вашингтону Бульвар. Если повезет, можно на кого-нибудь нажать. Так, они начали в районе. Они идут в этот район. В общем, если бы мы нашли такого человека, можно было бы сравнить их маршрут до и после. Время. Ну, можно агрегированные результаты сравнить измерения. Сейчас подождем до обеда. Вот. Ну, можем кого-нибудь найти здесь, наверное. Вот. У кого-то маршрут сократился на 7 минут. Чего-то нет, не получилось. Ну, не важно. Вот. Можно в путешествии как-то повлияло на людей. И для большинства, в общем, ничего не изменилось. Но видим, что для пешеходов стало чуть-чуть короче. Хотя суммарно. Экономия времени довольно большая. И все потому, что они смогли срезать путь через тренд. Это то, чем занимаются инженеры по трафику. Проверяют, что стало лучше или хуже. Вот. Но мы также... Ну, это все влияет на безопасность. Ну, суть в том, что люди теперь пользуются менее хаотичными перекрестками, обходят машины. Вот. И если повезет, меньше машин придется обогонять велосипедистов. Вот, что я хотел показать. Вот. Надеюсь, вам понравилось. И хотите попробовать сами. Очень легко начать. Просто скачиваете AB Street и открываете интерфейс скачивания карты. Вот он попросит открыть браузер. Нарисовать в район ggson.io. Вот. Потом он скачивает данные geofabric и импортирует. И на это потребуется несколько минут. И вот мы открыли кусок города. Да, он не очень большой. Но все это было довольно быстро. Если хотите использовать AB Street для чего-то более серьезного, лучше напишите мне и пришлите ваш полигон. И я добавлю список общих карт после того, как вы импортируете. Возможно, вы хотите запустить симуляцию трафика. Для этого вам нужна мысль, какие путешествия, какие поездки люди совершают. Эти данные непросто найти и нет стандартных форматов для этого. Так что, если вам не нужно это, пожалуй, напишите мне. Мы обсудим, где вы можете достать такие данные. Если вы живете в США или в Великобритании, то это проще. Есть источники данных на всю страну, которую вы можете использовать. После импорта основное, что вы, наверное, хотите сделать, проверить тегирование OpenStreetMap визуально. Например, полосы, парковка. То есть, если мы запустим лет трафика, вы увидите, что машины застревают. И это из-за того, что отсутствует запрет поворота. Так, если вы используете эту экосистему, так какая система? В общем-то, любая платформа работает и в браузере даже. Возможно, в будущем будет. И это очень активно разрабатывать в последние три года. Это моя работа. Мы бы хотели увеличивать сообщество и найти людям способ помочь нам. То есть, вы можете помочь программированием, дизайном. Как вообще представить эти данные? Может, вы поможете с документацией или менеджмент проекта, или просто написанием постов в блоге. Так же неплохо было бы помочь исправить данные сам ранее. Так что, если вы хотите войти в экосистему AB Street, вы получите еще несколько инструментов. Например, инструмент, который подсчитывает 15-минутную доступность, куда вы можете попасть за 15 минут. Вот. Отметьте свой вид транспорта или что вам доступность и так далее. Большая картинка для планирования. Это все здания, которые могут достичь заведения за 15 минут. Это такая игра, которую мы сделали прошлым летом или зимой. Мы играем за Санту, который должен разъяснить подарки по магазинам, в домам. Такая попытка дать людям понять, почему людям важно жить рядом с магазинами. Вот. Так же система экосистемы. Это для данных OpenStreetMap. Здесь видно отображение дороги, можете тыкать на сегменты и посмотреть, какие теги там использованы. И можно открыть ректор и поправить проблемы. Мы также поэкспериментировали с упрощением интерфейса. Мы исследуем ректор парковки. И в последней части доклада хочу поговорить о вещах, которые OSM не очень хорошо понимает из OSM. И это про то, как места представляются в OpenStreetMap. Часто мы рисуем как центральные линии с разумывающей виной. А мы ожидаем более физично. Например, типичные односторонние дороги. То есть направления, которые замаплены раздельно. В OSM это принципиологично. При импорте Apple Street не очень хорошо это понимает. То есть проблема в светофорах, что они как-то в середине. И еще более сложная, потому что там еще вел дорожка, которая пересекает часть дороги. Почему это проблема? Визуально это светофоры. То есть если вы поворачиваете налево, нужно понять, что вы пересекаете два или три светофора за раз, а не один, как на перекрестке. Еще в симуляции машины застрянут. Так что есть правило, что им нельзя начать движение на перекрестках. И вот эти вот короткие отрезки дорог в середине перекрестков, они все портят. Или вот пример из Аризона. Тоже большая проблема. То есть у нас с запада на восток идет широкая магистраль. Искает дорога. Вот и Abbey Street довольно наивно пытается понять это все. И в общем все ломается тоже. Но слава богу есть алгоритмы в Abbey Street, которые пытаются починить эти перекрестки. Эти проблемы, сразу починить их. Вот, то есть мы делаем полигон пересечения. Вот, и пытаемся понять, какие маневры позволяются на этой перекрестке. Вещи, которые были сложены и рисованы в Осме, нужно сделать более простыми в Abbey Street. Вот, иногда алгоритм работает. Но вот на этой картинке просто все взорвалось. Что нужно еще поработать. Вот. И что я пока делал? Пытался улучшить алгоритм для починки таких вещей автоматически. Но также мне хотелось написать пол для рисования дорог как площадями. И перекрестков тоже. Вот, пропозы особо никуда не пошли. Но я вижу, что люди экспериментируют с таким картированием в любом случае. Так что я попробовал самостоятельно протагировать некоторые сложные перекрестки. И почитайте. Возможно, вам понравится. И слежите со мной, если хотите продолжить. Так же иногда отдельные велодорожки или тротуары. Это вообще отлично. Но если вы хотите это отобразить на карте физически, с полосами и прочим, то тоже не работает. То есть слева видите часть 8. В общем-то все в порядке. Вот. И вы можете тыкнуть какую-нибудь дорогу и увидите, что там 3-4 полосы и все такое. Вот. А на перекрестке Рям с тафором это тоже двойное пересечение. И все становится опять сложно. Вот. Вот. Короче, в Эбби-стрит Кружение проще, если велодорожки и тротуары являются частью дороги. Испайдвуок, например. Вот. Но я понимаю, что в 8 иногда проще рисовать отдельно. Вот. Так что это нужно как-то править на стороне Эбби-стрит. Привязывать велодорожку к дороге. Но иногда это очень сложно. Вот, например, когда велодорожка пересекает съезд с дороги. И привязка к этой дороге в этом случае будет довольно сложно. И последняя проблема здесь. Когда у вас разделенная дорога. Вот. То Эбби-стрит пытается понять, что к чему. Да. Центр дорог слишком близко. Вот. Может там ширина дороги на спутнике снимается. Вот. Но вы видите, что дороги начинают друг на друга налезать просто, когда они слишком близко. Вот. В общем, мой доклад. Большое спасибо. Попробуйте мне на ab3.org. Напишите мне по любым вопросам. И можете найти меня в Slack и в SMES. Спасибо. И пока. Итак. Очень интересный доклад. И в чатике очень многим понравились картинки. они не успевают набивать вопросы так быстро. Так. И что-то мое интернет-соединение сломалось. Ну, начну с самых популярных вопросов. С симуляции. Как вы определяете, кто куда хочет ехать или идти? Ну, это из данных снаружи OpenStreetMap. Зависит от региона. В Сиэтле и у них есть агрегированный набор данных, который определяет, кто куда ездит каждый день. Вот. То есть мы просто импортировали и верим этим данным. В других районах нужно будет как-то сгенерировать это. В Великобритании есть данные, сколько людей работает и живет где. Вот. Ну, единственного простого ответа, конечно, нет. Да. Так. Какие теги на дорогах особенно важны для симуляции? Ну, самое важное это полосы и парковка. Вот. То есть ваши полосы для поворота и количество полос. Если этого нет, то очень сложно определить форму дороги. Еще очень частая ошибка, когда разделяют отрезки дороги на направление, то редко забывают про количество полос. Ну, да. Это проблема по стритмапу. Да. Я тоже особо не представляю количество полос. Да, люди это делают. Так. Люди, которые это используют. Какие организации используют ваше приложение и как вы продвигаете приложение? Какая польза? Ну, сейчас никто его не использует, к сожалению. Но мы пытаемся это поменять. Но дело в том, что я программист, редко пишу документацию. Вот. Ну, как-то нужно заставить людей использовать это все. Я пытался, и у меня не очень получается свежести со мной. Да. Тут Осмера, наверное, тоже не очень хорошо не видит. Так. Ты, кажется, уже ответил в чате, но все равно, до видео. Откуда достал информацию о высотах? Информация. Ну, в демке эта информация пришла с LiDAR для района Сиэтла. Ну, вообще можно взять SRTM, у которого очень низкое решение, но покрывает весь мир. Вот, есть библиотека на Python, называется Elevation Lookups, которая находит данные по высотам. Так, как машин, велосипедистов, пешеходов? Ну, это, видимо, тоже касается данных. Ну, собственно, да, это я ответил. Короткий вопрос, короткий ответ нет, мы не пытаемся вычислить, мы просто берем из внешних источников. Вот, мы, конечно, попробуем использовать, оценить, но это не мое дело. Так. Насколько точна симуляция относительно реальных данных? Как вы проверяете точность модели? Это очень сложно, чтобы откалибровать симуляцию, чтобы вам походила реальность. То есть нужно количество машин и пешеходов и велосипедистов в разное время дня и сложность сравнить с симуляцией. Вот, я начал тени, так что, да, проблемы реалистичности – это очень сложная тема. Я не уверен, что это стоит, чтобы калибровать, когда ответа, наверное, не хорошая. Но, я думаю, что это очень вероятные результаты, для того, чтобы использовать это для адвокации. Нам, конечно, нужны очень точные, предуподобные результаты, чтобы использовать эту симуляцию для продвижения идей. Так что, да. Ну, да, всегда, конечно, если удастся продвинуть изменения в дорожной обстановке, то мы увидим, насколько это близко к симуляции. Так, полосы парковки. Определяет ли AB Street парковки, велополосы, которые отмечены отдельно? Я не уверен, что я видел отдельно закартированные парковочные полосы. Так что, нет. Если где-то вы видели такие парковки, пришлите мне, я посмотрю. Вот. А про отдельные велодорожки, я это упомянул в видео, они будут импортированы и будут подчинены. Так что, я ещё думаю, какой алгоритм мне сделать для привязки велодорожек к дорогам и тротуаров тоже. Так что, в идеале, лучше использовать AdVoc, Left, Right и both. Так, ну, вопросы закончились. Так что, Дастин, зайди в комнату после доклада. Если кто-то хочет поговорить с Дастином, так что это будет самое место. Большое спасибо, Дастин. Спасибо, ребята. Извини с другой в комнате? Окей, я буду начать. Так что, возможно, мы сейчас...